Экспертный совет включает в себя специалистов, которые длительное время проработали в ракетно-космической отрасли или как-то были связаны с космосом. Это люди медийные, которые часто выступают по телевидению, дают комментарии в СМИ, могут донести точку зрения госкорпораций до обычных людей. Представьте себе, мы запускаем 5 марта Ванвеб, и через несколько дней пополненная группировка Ванвеба заявляет то же самое, что заявил Старлинг, что они будут передавать эту информацию украинским вооруженным силам. Вот даже сейчас Евросоюз, все космические аппараты, всю информацию, там, едиционно-зондированные земли, там, связи, все остальное, будут передавать в СУ. Они это раньше делали, просто они это уже, как бы, продекларировали. Американцы, тем более, они, по сути дела, в режиме онлайн передают информацию, а где находятся наши войска. Поэтому я считаю, что мы действуем абсолютно адекватно. С учетом тревожной, как бы, ситуации вокруг страны, мы также приняли решение, что, в основном, мы вперед толкаем аппараты в интерес к Министерству обороны. Заявление, значит, Нельсона, главы НАСО, поддерживает профессиональное отношение астронавтов с космонавтами не в интересах, там, сохранения международного сотрудничества, а просто в интересах безопасности астронавтов. Чистошкурная позиция. Я считаю, что сохранение российской пилотированной космонавтики является императивным. То есть это должно быть, безусловно, сохранено, и для этого есть много возможностей. Вот здесь два варианта. Либо построение РОС на принципиально иной орбите, как мы говорили, там, формально чуть ли не Солнечный Синхрон, 97, 98 градусов, да, и это как бы такая полярная станция, где есть преимущества свои, даже полтора часа над Арктикой, обзор, как бы, всей Земли. Но есть свои колоссальные но, потому что мы не знаем, что будет при прохождении этих всех поясов. То есть экипаж не сможет там долго работать. Второй вариант – это остаться на 51,6, отделившись, и устраивать эту станцию с отделением МЛМ и узлового модуля. Если говорить про прикладное значение, 51,6 дает тоже интересный обзор. Да, не видна Россия, там, да, сколько процентов на мне пролетает. Но весь регион кишащих, кипящих страстей, мы проходим прямо над ними. Прилетели, установили что-то новое, включили, улетели. Дальше станция стабилизировалась и начинает вести нашу целевую работу. Задача пропитальной группировки удвоить в ближайшие годы. Крайне важно иметь свое суверенное, независимо от кого-то не было права, иметь, собственно, космический канал для интернета и вещей. Проект решения сейчас готовится по созданию группировки из четырех аппаратов «Экспресс-РВ». Это высокий эллипс, которым обеспечат в северном полушарии уже возможность работы в рамках ШПД. Это первая ласточка, потому что будет разворачиваться СКИФ. Дальше мы планируем немедленно приступить к созданию второго поколения «Пионца». Именно акцент на космические аппараты, потому что у нас высвобождается большое количество носителей. От Ванвеба, от того, что мы планируем на коммерцию, мы сейчас понимаем, что этого нет. То есть у нас уже сейчас, грубо говоря, девять ракет-носителей. Их надо, соответственно, не сладировать, а запускать. Чем больше будет космических аппаратов, тем востребованы будут носители. Чем востребованы носители, тем, соответственно, будут двигатели востребованы, система управления и так далее. Ситуация требует именно того, чтобы не делить интересы ведомственные, а сделать так, чтобы эти аппараты работали во всех интересах. Я думаю, что данная встреча скорее была ознакомительной, потому что она первая в таком составе. Все присмотрелись друг к другу. Такие встречи станут регулярными, как минимум раз в квартал. В условиях санкций и предпринимаемых контрсанкционных действиях важно быть услышанным и иметь возможность высказать свое мнение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok